Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Братья и сестры, послушайте сейчас очень внимательно. Люди, которые вокруг нас живут, тоже не глупые люди. У них тоже есть глаза, у них есть уши, у них есть различия от чувства. И я хочу сейчас сказать к таким верующим, которые задают вопросы. Почему люди от меня не хотят слышать Слово Божие? Почему люди не хотят Бога, когда я им говорю? Почему люди не хотят приходить там в церковь, в собрание? Послушайте, это очень важно. Когда вы станете ответом для этих людей, практическим ответом, эти люди будут не только слушать вас, они будут искать вас, они будут бегать за вами, они будут вызванивать вас. Это точно. И я сейчас говорю ко всем христианам, которые немножко подуныли. Знаете, мы все знаем, что верующие делятся на простых верующих, на зрелых верующих. Знаете, также служителя делятся, в которых есть маленькая аудитория, маленькое влияние. Есть служителя, у которых огромная аудитория. У них влияние потрясающее. И ты говоришь о Боге. Никто не хочет слышать, никому не интересно, скучно. Он приезжает откуда-то, люди сбегаются. Люди съезжаются с других ближних стран, городов. Я думаю, что такое? Я не понял. Он верит в Бога, я верю в Бога, меня никто слушать не хочет. На него люди едут. Знаете, я вам скажу, это не дело в человеке. Это дело все в том, стал ли ты ответом для этих людей. Я вам скажу, люди не просто глупые вокруг нас. Люди все видят, все чувствуют, все понимают. И если у вас есть ответ для этого человека, он обязательно вас будет слушать. Он обязательно будет задавать вопросы. Он обязательно будет бегать за вами. Потому что вы для него ответ. Нет, послушайте, за Иисусом ходили толпы. Просто так, просто так за Иисусом ходили. До 30 лет вообще никто знать о нем не знал. И в 30 лет толпы просто ломятся. Бегут за ним. Не за кем, не за фарисеями, не за учителями религиозными, а за Иисусом, парнем молодым, 30 лет. Молодой парень, раввин. И за ним бегут люди, идут, готовы в пустыню идти. Почему? Он был ответ. Каким образом он стал ответом? Дух Божий пришел на него, и Дух Божий – это секрет, ответ на все вопросы людей. А у людей, знаете, есть вопросы. Например, внутреннего дискомфорта. Например, болезни у них, да? У них есть, например, консультации какие-то, им нужен ответ семейный какой-то. Например, или экономический вопрос решить. Ну, вы же не способны ни на одну сферу повлиять. Вы способны говорить, что он грешник, и он должен покаяться, а он это уже слышал. Каяться он не хочет. Тогда надо другим уйти путем. Ему надо дать попробовать Бога. Вот какой дьявол хитрый. Он дает наркотик бесплатно первый раз. А он же стоит деньги. А дьявол дает бесплатно. Но это так только звучит бесплатно. Один пастор расшифровал слово бесплатно. Бесплатит. А почему он дает бесплатно? Потому что он знает силу того действия, которое производит наркотик. Хорошую, да? Ну, как бы приятную такую, удовольствие там какое-то, да? А потом разрушительную силу, такую сокрушительную, что человек не в силе это контролировать, противостоять. Так он это у Бога украл. Дайте вкусить Бога. И Бог сам говорит, вкусите и попробуйте, как благ Господь. Вкусите. И вы тогда поймете. Поэтому я верю. И я хочу сейчас ободрить каждого христианина. Не складывайте ручки. Не печальтесь. Вас Бог готовит, чтобы вы стали ответом этому миру. Потому что если вы приносите информацию, которая ему неинтересна, это все равно, что вы идете в торговом центре и вам навязывают какие-то брошюрки. Газету какую-то подпишись. Втюхиваю, знаете. Я говорю, не, не, не надо мне. Вообще мне это неинтересно. Представь, если ты так Иисуса посредственно предлагаешь. У него должна быть проблема, которую ты решил в его жизни. Тогда он понимает. Ага. Вот почему за Павлом ходили люди. Вот почему за Петром ходили люди. Потому что они были ответом этому миру. Ответом. И Бог сделал так. Чтобы верующий не был бесполезным, бестолковым. Вообще верующий человек в Бога, он очень толковый. Если он раньше был бестолковый, вообще бесполезный, ненужный просто. Как старая вещь какая-то. Все там уже потерял друзей, знакомство. Уже никому не интересен. То с Богом у него жизнь преображается. И люди, они будут ценить даже такого человека. Потому что он несет Бога. Не важно кто ты. Важно какую продукцию ты несешь. Важно какую информацию ты говоришь. Если ты способен объяснить Ему, Его экономическое состояние, повлиять в хорошую пользу. Он тебя на руках носить будет. А Библия еще не говорит этому. Первое, с чего Иисус начал. Дух помазал Его благовествовать нищим. Радостную новость рассказывать нищим. Аллилуйя. Итак, тема проповеды будет называться «Наследники обетований». Братья и сестры, вот я хочу честно вам сказать, от всего сердца, не просто от ума, от сердца. Каждый, кто верит в Иисуса Христа, от всего сердца, по-настоящему, кто принял Иисуса, вы являетесь непростыми верующими, вы являетесь наследниками. То есть, вы входите в наследство, в то, что есть у Бога, которое принадлежит вам. Я не хочу, чтобы вы сейчас слышали такую слабую информацию. Верь в Бога. Когда ты умрешь, ты пойдешь на небеса. Нет, я хочу сказать, это правда, это правда, это все, это хорошо, что кто это сделал, это правильно, вы решили вопрос главный в своей жизни, в своей вечности, вы выбрали, но вам еще жить на земле. И вам нужно прожить эту жизнь на земле очень хорошо и благословенно. Я не скажу, что Иисус прожил свою жизнь скучно. Я не скажу, что Иисус прожил свою жизнь плохо. Я не скажу, что ученики Иисуса Христа прожили свою жизнь скучно, плохо. Нет, они были очень счастливы, потому что они помогали людям, они служили Богу. А в этом есть смысл. Мы получаем благословение через обетование, через слово откровения. Благословение нужно было Иакову. Давайте вспомним. Иаков переводится обманщик. У одного человека, да? У Исака родился Исаф и Иаков. Два сына. Старший был Исаф, ему принадлежало первородство. Это благословение. В то время это очень важно было, чтобы первенцу переходило все благословение. И в жизни он бы твердо стоял на ногах. Он бы имел финансовый успех. Его стада бы распространялись. И он знал это. Когда он подросся, он это узнал. Но младший брат перехитрил его и забрал это благословение. Благословение – это не физическое. Благословение – это духовная вещь. Если она пришла в твою жизнь, она и физически проявится обязательно. Мы смотрим на одного человека, мы говорим – он какой-то не такой, он проклятый. Мы сразу определяем людей. Мы заносим в касту. У нас есть внутри своя мензурка. Богатый человек, бедный человек, одет хорошо, одет плохо. Лицо у него, повадки его, как он ведет себя, как он сахар мешает. Я не знаю. Мы, знаете, распределяем разные люди, по-разному распределяют. А я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, что те, кто во Христе, они все царские дети. И даже если ты ложкой будешь бить по кружке, когда ты будешь сахар мешать в кофе, это ничего не значит вообще. Ты благословен, но ты об этом не знаешь. Только из-за того, что ты не знаешь, что ты благословен, и ты царский сын, ты можешь страдать из-за этого. Как только к тебе приходит информация, что ты не просто грешник, который вас спасли, ладно, залезай, будешь всю вечность ботинки чистить, святым на небесах. Нет, нет. Ты любимый сын Бога. Бог тебя... Вот послушайте, как-то это вообще не укладывается в голове. Оно не укладывается вообще никак. Он тебя поднимает на тот же уровень, что и Иисуса Христа. Мы становимся со-наследниками Христу. Есть, знаете, со-участники. Вот ограбление, например, да? Где-то происходит ограбление. И кто-то там ломает замок, кто-то входит, или, я не знаю, с автоматом забегает, что-то кричит. А есть те, кто, например, ничего этого не делали, но просто смотрели, наблюдали за полицией, едет полиция или нет, на шухере стояли. Они со-участники. И так же будут отвечать, как и те, кто делали. Хотя этот ничего не делал, просто участвовал с ними, в теме был, просто морально был с ними в теме, на той же территории, был согласен с ними. И когда их всех накроют, арестуют. Всем одинаково распишут. Одинаково, он будет тоже страдать. Со-участник – это сильное слово. Если мы имеем отношение ко Христу, то мы со-участники в чем? А у него плохого ничего нету, у него только хорошее. Вот что нам повезло. У него только благословение, у него только богатство. Каждому человеку нужно благословение. Почему? Потому что проклятие имело место в жизни каждого человека. Из-за греха приходит проклятие. Проклятие – это там, где действует грех, дьявол. Дьявол. Смотрите. Бог выводит израильский народ из Египта. В израильском народе никто не умирает. Никто не умирает вообще. В Египте умирают все первенцы. Фараонский первенец умер. У коровы умер первенец. У кошки умер первенец. У хозяйки умер первенец. У банкира умер первенец. У всего народа первенцы умерли в ту пасхальную ночь. Это называется проклятие. Когда смерть заходит, и у нее есть легальное право. Вот что такое проклятый человек. Это не означает, что он какой-то ненормальный. Нет. У него открыта дверь для дьявола. Ее никто не может, он не может ее закрыть. Он не понимает, почему беды в его жизни. Потому что есть проклятие. И у дьявола по какой-то причине есть легальное право действовать в жизни этого человека. Это означает проклятие. И вот смотрите. Бог дает повеление израильскому народу взять кровь пасхального агнца, ягненка, овечки. Эту кровь взять и ее помочить, да, кисточку. Помазать косяки дверей. И все. Легального права у смерти больше нет. Она подходит к дверям, так же, как в Египте. Убивать оп! И не может. Кровь. Кровь агнца. Она смерть очень хорошо видит, кровь Иисуса. Кровь агнца. Очень хорошо. Дьявол очень хорошо с этим знаком. Лучше всех. Он входит, и он видит, оп! Этот человек, я его тронуть не могу. Я хочу его тронуть. Я хочу поразить его раком, спидом. Я хочу, чтобы он разрушился. А не может ничего сделать. Ни на миллиметр. Почему? Он благословен. Что-то произошло в его жизни, что благословение пришло, и теперь он под защитой, он под куполом. Он под бронированным стеклом. Мы не видим это стекло. Но в духовном мире он под куполом. В него запускаются стрелы, не попадают. В него посылаются болезни, они не доходят. Они не могут украсть его радость. Они ничего не могут сделать. Не могут убить его. Дьявол же каждый день дает задание своим слугам, чтобы те вели войну против верующих, против церкви. Это не шутки, это не прикол, это не сказка. Это на самом деле есть люди, которые заняты на полный рабочий день единственно убивать верующих. Все это духовно происходит. Проклятие, колдовство, хоба. И какой-нибудь служитель там впал в грех. А если в грех впал, все разрушилось. И они колдуют, колдуют, против церкви идут. Потому что церковь мешает им работать на земле. Поэтому проклятый Иаков, его имя переводится обманщик, хитрый, манипулятор. Представляете, с таким жить именем? Каким ты будешь? Если все на тебе повесили клеймо, ты плохой. Мы тебя знаем. Ты ужасный человек. Мы тебя знаем. Тебя все знают как облупленного. И он это тоже знает. Иаков это тоже знает, что он проклят. И вот когда Бог приходит к нему, он очень искал Бога, он очень искал благословения. Написано, что некто в ночи напрыгнул на Иакова. Это оказался Бог. И Иаков стал бороться с ним. И боролся всю ночь. И тот ему говорит. Кстати, борьба идет, а с кем не понимает. И вдруг Бог говорит. Взошла заря. Отпусти меня. Мне надо идти. Тебе нельзя меня видеть. А он говорит, не отпущу. А вот и нет. Понимаете? А я не отпущу тебя, Бог, пока не благословишь меня. Он сказал. Мне все равно, что ты Бог. Что тебе надо идти куда-то. Что у тебя есть неотложные дела. Что заря взошла. Что свет кто-то включил. Мне все равно. Но у меня проблема. Я проклят. И мне нужно благословение. Дорогие братья и сестры. Все. Надо благословение. Боритесь за него. Бог на это смотрит. Если вы будете бороться, вы обязательно получите благословение. Обязательно. И он боролся. Тогда Бог спрашивает, как твое имя. Потому что в имени имя несет суть. И он говорит, я Иаков. То есть он назвался себя. Он признался. Да, я обманщик. Я хитрый. Я манипулятор. Я лжец. И знаете, что Бог сказал? Отныне, вот с этого момента, ты не Иаков. Ты, Израиль. В этот момент, в этот момент родилась целая нация. Понимаете, все духовно. В этот момент этот человек получил благословение. Что мы видим? Мы видим брат, который его искал всю жизнь, чтобы убить его. Что он украл первородство. А потом еще и купил его. Брат искал его убить. И в ту ночь совершилось чудо. Бог встал на сторону Иакова. У него появилось Израиль. Имя Израиль. Князь Божий. Больше его пальцем никто тронуть не мог. Ни брат, никто. Он был очень благословен. Для чего нам оставлены эти примеры в Библии? Для чего? Для чего нам этот Иаков? Ведь я же не Иаков. Да, но если ты проклят, то ты тоже такой же, как Иаков. Тебе нужно благословение. Каким образом благословение может прийти в твою жизнь? Послушай, если пришло благословение в твою жизнь, пришла защита, обеспечение. Тебя больше дьявол не может достать. Он будет тебя атаковать, но у тебя будет оружие. Ты раз его, все, заскулил и убежал. Словом Божьим отразил его, и он убежал. Ты противостал ему твердой верой, и он убежал. Ты это никогда не сможешь делать, если у тебя нету знания того, что о тебе вся Библия говорит. Обетование, наследники обетований. Обетование – это обещание Бога. Это то, что Бог пообещал тебе. Библия, смотрите, вот нигде так вот не написано в Библии, прямо, нигде так не увидите. Если вы увидите, обязательно покажите мне. Например, Севдо, я благословляю тебя. Вы такого не прочитаете. Вы не сможете такое прочитать, что вот прямо идет, прямо имя, фамилия, отчество, адрес, откуда я тебя благословляю. Ну, о каждом из нас, кто уверовал во Христа, говорится в Слове Божьем. Почему? Потому что мы находимся в Иисусе Христе. Все, кто в Иисусе Христе, вы знаете, например, если у вас есть гражданство определенной страны, то у вас есть и привилегия этой страны. Если вы там в Арабских Эмиратах родились, ой, у вас сколько там привилегий будет, ой-ой-ой. В любой стране мира можете бесплатно отучиться. Вам там сразу и квартира там будет, и т.д. и т.п. Но это только, если вы являетесь гражданином этой страны. Не приобретено гражданство, а вы родились в этом гражданстве. В общем, там все так очень чепетильно. Ты не можешь иметь то, о чем не знаешь. Поэтому важно иметь знание и откровение Слова Божьего. Важно, чтобы Слово Божье тебе открылось. Ты больше не грешник. Ты больше не чудик. Ты больше не человек, у которого все валится из рук. Ничего не получается. Неудачник. Идет ли речь в Библии о каждом из нас? Вопрос такой. Или там записаны только особенные люди? Авраам, Моисей, Давид. Давайте откроем послание Галатам, 3 главу, 26 стих. Это будет взрыв. И я попрошу, когда вы будете это читать сейчас, слушать, не читайте легкомысленно и поверхностно. Читайте с верою. Потому что только вера может активировать Слово Божье в вашей жизни до того момента, что у вас произойдет перемена. А все мы ждем перемен. Все ждем перемен. Галатам, 3, 26. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Представь, ты сын Божий. Дьявол тебе этого никогда не скажет. Он не хочет, чтобы ты эту информацию сейчас слышал. Если у тебя сейчас приходят какие-то мысли, какие-то другие мысли, ты сейчас не слышишь, о чем идет речь, то прямо сейчас ты должен запретить нечистому духу создавать у тебя помехи в голове. Ты должен прямо услышать сейчас, что Бог тебе говорит. Это очень важно. Ты должен понять, что ты сын Божий. С этим начинай работать. Ты не грешник. Ты сын. Ты сын Божий. Может сын Божий ошибаться? Пока в человеческом теле можешь и будешь ошибаться. Будешь ошибаться. Чтобы не возгордился и не сказал, я святой и без Бога. Мне кровь Иисуса не нужна. Тебе нужна будет кровь Иисуса. Постоянно. Потому что ты будешь ошибаться. Будешь это не то говорить. Будешь ничего не то делать. Кого ты огорчишь там. Но это не меняет твоего статуса. Ты родился в царской семье, в царстве Бога. Ты его сын. Теперь ты должен чуть повзрослеть и понять, а что же мне как сыну принадлежит. Ты начинаешь в обетованиях Божьих искать в Слове Божьем, и ты такое найдешь, что тебе поплохее. Ты вот так будешь сидеть так и говорить. Я, наверное, сейчас еще раз прочитаю, потому что я не верю, что это точно ко мне. А Бог хочет, чтобы ты это услышал. Бог хочет, чтобы ты себя в Библии нашел. Ты и точно есть в Библии. Ты во Христе. О тебе и как раз таки говорится. И чтобы Библия не была, знаете, размером до небес, до космоса, чтобы все имена туда вписать. Такой-то, такая-то фамилия. Такой-то, такая-то фамилия. Просто Бог говорит, во Христе. Всех обобщает. Но индивидуально. Тебе говорит, если ты во Христе, ты ребенок Божий. Если ты во Христе, ты ребенок Божий. Теперь ты должен понять, что Отец для тебя приготовил. Он нормальный Отец. Иногда мы своим детям не можем позволить что-то. Ну, что-то можем, что-то не можем. И мы их лимитируем. Отец Небесный не лимитирован ничем. Просто нашим незнанием, нашим неверием. У Него есть все. Все, что нужно. Сын попросил Папу в пустыне. Даже не просил, а просто поблагодарил. Он сказал, Иисус, принесите эти две рыбки и пять хлебов. Просто такой берет. Отче, благодарю тебя. Знал, что ты меня всегда услышишь. Он знал, кто он. Вот его плюс. Иисус знал, кто он. Такой говорит. Я благодарю тебя, Отец. Знал, что ты всегда услышишь меня. Благословил пищу. Он говорит, раздавайте. Ело три тысячи людей, пять тысяч человек. Не считая женщин и детей. Все наелись вот так. Что были голодные, три дня не ели. Все наелись просто. Уже тяжело. Уже еле дышат. Вот так наелись. Что осталось только еды. Просто задумайтесь. Две рыбки. Две рыбки. Пять хлебов. Пять таких хлебешечек. Наелось сколько? Пятнадцать тысяч человек. Пять тысяч, не считая женщин и детей. Почему? Потому что Иисус был сыном. Попросил у Папы. Папа дал ему. Он не был ничем лимитирован. Он бы дал и миллион накормил бы. Ему вообще не проблема, сколько накормить. Ему не проблема решить твою проблему. Главное, чтобы ты осознал себя сыном. Потому что блудный сын. Хоть и был блудным, блудягой просто. Грестником. А знаете, что он внутри точно знал? Что он сын. Он говорит, наемники у отца моего хорошо живут. А я сын умираю от голода. Вот что, плюс-то какой был у него. Не в том, что он грешил. Да, это плохо. Единственный плюс, который был у блудного сына. Он знал, что он сын. И это спасло его. И он знал, куда идти. Вот в чем плюс. И когда он пришел, смотрите, как процвела его жизнь. Расцвела. Преобразилась. Это все к нам направляется. Как мы только к отцу будем приходить. Осознавать. Любить его. Будем просить прощения. Он преобразит нашу жизнь. Скажи аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте сейчас молиться. Спасибо.